Кратер, кальпида, амфора, канфор. Все это название древнегреческих сосудов, каждый для разных целей. Один для вина, другой для воды, третий для масла. Сюжеты на керамических изделиях тоже разные. В основном, конечно, на вазах герои мифов и бытовые сюжеты. Рязанским детям лекцию об античной керамике провела ведущий сотрудник Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Захарова. Дети, они очень чутко реагируют на это и стараются передать и форму, и орнаменты, и сцены мифологические. Так что вот это такой момент очень важный. Но тема эта очень актуальная, потому что тема керамики, тема работы с глиной, она как бы универсальна. Это не значит, что это было только в Древней Греции. Это есть в каждой стране, в каждой культуре. И поэтому не случайно мы выбрали такой диалог. Это как бы начало большой программы. А еще дети сами изготовили древнегреческие вазы из бумаги по трафаретам, украсив их своими собственными сюжетами. Кстати, такие вот сосуды из глины хранятся в Пушкинском музее в Москве в подлинном виде. Я привезла именно рисунки детей из нашего музея. Но и сверх наша задача, чтобы мы познакомили рязанских детей с нашим собранием и с детскими работами вот сегодня здесь, в картинной галерее. А в идеале мы хотим, чтобы рязанские ребята вот эти же самые приехали в Пушкинский музей. Гончарное ремесло в Рязанской области – один из самых распространенных видов искусства. А наша скопинская художественная керамика и вовсе известна во всем мире. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».